добрый день дорогие друзья добро пожаловать на площадку овощной город сегодня мы с вами поговорим о культуре которая пришла к нам из южной америки и прочно вошла в наш рацион а также стала незаменимой частью многих из наших салатов и мы поговорим конечно же о сладкой кукурузе смысле я кукурузе сегодня о чем тогда извините дорогие друзья сегодня мы говорим о томатах этот год был очень жарким растениям не хватало влаги и они находились в постоянном стрессе а на нижних листьях томатов появлялись ожоги из-за чрезмерного нагревания черной пленки которая в свою очередь нужна для пригревания почвы и снижения потерь почвенной влаги вот такой парадокс таких условиях отлично чувствует себя альтернария она являлась основным заболеванием на начальных этапах а затем проявилась и бактериальная инфекция контроль который не обрабатывался фунгицидами полной мере ощутил всю вредоносность этих заболеваний но перейдем к обработанным делянкам всего было проведено две обработки и последний из них состоялась несколько недель назад мы находимся на делянке которая обрабатывалась не содержащим фунгицидом что отчетливо видно по окраске пленки томаты здесь выглядят получше чем на контрольном варианте но все же нам есть чем сравнить и вот мы находимся на делянке с лидером этого сезона ибо два здесь заметно зеленее такой разницы удалось добиться в том числе и за счет более совершенной формуляции что мы и демонстрировали на нашем мероприятии обочной город ридомил голтер отлично растворяется не выпадает в осадок таким образом все действующее вещество попадает на растение и не остается в боке опрыскивателя а продолжает работать против болезни кроме этого ридомил голтер не окрашивает растение не меняет оптических свойств листовой пластинки а нам осталось почитать урожайность наших томатов и оценить помог ли ридомил голтер сохранить наш урожай но об этом речь пойдет уже в следующем видео всего вам хорошего и до новых встреч ну вкусно